В Казанском федеральном университете обучается более 10 тысяч иностранцев. С начала режима самоизоляции в общежитиях осталось более 6,5 тысяч иногородних и иностранных студентов. Во время пандемии в наиболее сложной ситуации оказались иностранные студенты. Они остались в чужой стране и в нынешних условиях возвращение домой кажется непосильной задачей. Международные транспортные сообщения заморожены, возникают и трудности в получении денежных переводов из-за границы. Казанский федеральный университет – один из первых вузов страны, который в кратчайшие сроки принял серьезные меры, чтобы помочь нуждающимся студентам. Так, 13 апреля ректор КФУЛ Шадгафуров поручил оказывать продуктовую помощь студентам, оставшимся в общежитиях. С того момента студентам раздали более 30 тысяч продуктовых наборов. Часть продуктов закупили благодаря спонсорской поддержке крупных компаний и глав муниципальных районов Татарстана, а часть – за счет университета. Кроме этого, еще 7 тысяч наборов было передано студентам по решению президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. 2 июня продолжилась пятая волна раздачи продуктов. Продуктовые наборы получили обитатели деревни Нерсиады, а за день до этого раздача прошла в десяти общежитиях Студгородка. Это серьезно очень мне помогает. Это совсем очень хорошо. Я себя чувствую сейчас очень-очень-очень рад. Это много мне помогло. И серьезно я очень благодарен сейчас. И последние недели были трудные виды на самоселяции в комнате. Это очень трудно. И наш факультет, наш университет очень нам помогал. В каждом наборе все самое необходимое – масло, крупы, макаронные изделия, тушенка, сахар и печенье. Продукты, на самом деле, они нам очень сильно помогают, потому что у многих сейчас нет возможности даже сходить в магазины, чтобы покупать эти продукты. А эти проблемы, они были до того, как появился коронавирус. Но все равно во время коронавируса это стало еще более актуально. И тот факт, что наш университет поддерживает в этом деле, это очень хорошо и для нас это очень полезно. Напомним, что по решению ректора в магазине деревни Нерсиады были снижены 50 процентов цены на часть товаров личной гигиены. Кроме того, ректорат во главе с Ильшатом Гафуровым собрал 650 тысяч рублей, чтобы финансово поддержать тех, кому особенно тяжело. Стоит отметить, что с введением карантина многие предприятия закрылись, и некоторые студенты, в том числе и иностранцы, подрабатывавшие там, потеряли источники дохода. Иностранцам довольно сложно найти работу в чужой стране, но и здесь Казанский федеральный университет организовал необходимую помощь. Студентам было предложено более 250 вакансий, трудоустроили уже более сотни человек. Таким образом, Казанский федеральный университет принимает деятельное участие в минимизации финансовых потерь студентов во время пандемии. Есть трудности в плане того, что они могут родные перевезти деньги, и вот продукты, они очень помогают. Большое спасибо нашему дорогому ректору Казанского университета или Шато Равкатовича за помощью. Хочу сказать огромное спасибо Казанскому федеральному университету, потому что это очень хорошо и для нас, как иностранные студенты дальнего зарубежья. Диана Жилинкова, Фарид Захид Углы, Универ Ньюс.